В 1991 году на экраны нашей необъятной Родины выходит эталон молодежного боевика о восточных единоборствах. Эталоном его посчитали в Минкульте с оглядкой на немецких коллег, у которых фильм шел под названием «Тигр карате». Советская школота ринулась в темные залы кинотеатров на молодого Жан-Клода Ван Дамма. Картина «Не отступать и не сдаваться» стала хитом. Знали бы пацаны, как намаялись с Ван Даммом. Даже режиссер фильма Кори Йен, насмотревшийся на травмы своего кореша Джеки Чана, несколько раз матом крыл Ван Дамма за то, что тот крайне неаккуратно раздавал пинки актерам своими ногами, заточенными под балетные пируэты. Но целеустремленному Брюссельцу было наплевать. В отместку несколько лет спустя пара членов съемочной команды свидетельствовали в суде против Жанна Клода. Фильм действительно являлся примером подросткового мотивационного кино, в котором герой под руководством духа или, если хотите, призрака Брюса Ли, постигает тайны боевых искусств, попутно совмещая это с физическими нагрузками. Брюса Ли сыграл актер-кореец, которому не впервой исполнять роль легенды. Однажды он уже участвовал в незаконченном фильме Брюса «Игра смерти», дублируя Брюса Ли уже после смерти звезды. По настоянию режиссера Кори Йенна, в фильм удачно вошла пасхалка «Сальто назад» с одновременным ударом ногой. В оригинале Брюс Ли не выполнял этот трюк. За него отдувался актер и каскадер китайского происхождения Юэнь-2. Не отступать и не сдаваться в этой сцене не стал исключением. Главного героя заменил Брюс Ли, вернее его дух, а если быть точнее, кореец, сыгравший Брюса Ли в этом фильме. Рулили на данной картине в основном китайские и тайваньские инвесторы. Фильм снимался с энтузиазмом, экономно и по-китайски ударными темпами. За свое участие в картине Ван Дамм получил несколько сот долларов. Бедняга и так сводил концы с концами, зачастую его старый ржавый автомобиль отказывался заводиться. И Ван Дамму приходилось просить других актеров подтолкнуть машину. Многих в ленту набрали по объявлению, буквально с улицы. В том числе и исполнителя главной роли Курта Маккинни. Успех киноленты воодушевил сценариста и продюсера на съемке продолжения. Создатели не рассчитывали на участие Ван Дамма и Курта Маккинни. Но из вежливости все-таки предложили. Ван Дамм отмазался тем, что снимается в кровавом спорте. А Курт Маккинни впал в ступор. Так как не хотел вновь проходить через все ужасы тайваньско-гонконгского кинопроизводства. Где каждый член съемочной команды являлся по сути человеком-оркестром. К тому же в телефонном разговоре Ван Дамм напугал впечатлительного Курта. Историями о постоянных военных стычках в Камбоджии. А ведь именно там происходит местодействие продолжения фильма. В общем, слив остатки актеров первого фильма в унитаз, интернациональная бригада полетела снимать настоящее кино. Заручившись поддержкой начинающих звезд рукопашных боевиков. Лореном Аведеном, Синдией Ротрек и Матиасом Хьюзом. Во время съемок обстановка между съемочной группой была наколена до предела. Всех бесило буквально все. Комары, теплое пиво, невыносимая духота и миллион других мелочей. Одновременно забавным и смертельно опасным было то, что все оружие фильма было настоящим, с настоящими зарядами. Полной неожиданностью стала абсолютная дуболомность Матиаса Хьюза, как актера и как экранного бойца. Матиас вообще попал в фильм, постоянно маячив перед глазами ассистентов по кастингу, когда те пришли посмотреть фактурных качков в одну из качалок. Несмотря на неопытность Хьюза, к нему приставили тайваньского инструктора по рукопашке. И вскоре, благодаря своей невероятной спортивной форме и желанию учиться, он впечатлил режиссера и своих учителей достижениями. Впрочем, после съемок, быстро промотав гонорар в 6 тысяч баксов, Матиас остался на улице, в буквальном смысле этого слова. Снятая вторая часть год не могла добраться до больших экранов. Но даже не ахти какие сборы вновь воодушевили азиатских продюсеров на киновантюру под названием «Не отступать и не сдаваться 3». Смена режиссера довела сценариста до истерики, так как новый рулевой постоянно импровизировал. И с тем же успехом можно было снимать вообще без сценария. Исполнитель главной роли Лорен Веддон злился из-за каждой мелочи, так как осознал, что зря почти полгода тренировался по 6-7 часов в день. В итоге натренировав свое тело до уровня греческого атлета, на фоне которого даже каратист Кит Витали, также снимавшийся в фильме, казался дряхлым мешком с картошкой. Кинолента стала завершающей в череде попыток повторить успех первой ленты. Удалось ли фильму войти в одну и ту же реку трижды? Ответ знают лишь поклонники жанра. «Не отступать и не сдаваться» – девиз на все случаи жизни. И еще это довольно-таки неплохая трилогия. Субтитры создавал DimaTorzok